Вакцинация в мобильных комплексах пользуется особым успехом у жителей региона. Здесь не нужно долго ждать своей очереди, а прививку можно сделать по дороге в магазин или аптеку. В Сызрани в среду мобильный комплекс городской поликлиники работал по графику в трех разных точках города, в местах с высокой проходимостью. С утра привиться изъявили желание как работники магазина, расположенного неподалеку, так и покупатели. Тем, кто пришел на прививку, понадобился только документ, удостоверяющий личность. Я пришла сегодня прививаться второй раз. Первую прививку я перенесла более или менее благополучно. Было небольшое недомогание, но это все как бы поправимо. Один день перетерпеть это совсем не страшно. Чувствую себя хорошо. Сделала второй этап прививки. Первый прошел совершенно без каких-либо побочных эффектов. Надеюсь, второй также пройдет. По словам медиков, новый вирус гораздо опаснее, поскольку скорость его распространения выше. Если раньше промежуток от заражения до клинических проявлений составлял 8-15 дней, то сейчас сократился до 4-5. Таким образом, инкубационный период уменьшился вдвое. Поэтому число заболевших в области растет. Вакцинация защитит не только людей вакцинированных, сократит возможность их заболевания, но также и позволит прервать цепочку распространения этой инфекции COVID-19. Поэтому мы здесь. Распространение инфекции идет как семейным способом, что называется, семейно-гнездовым, так и в трудовых коллективах. Поэтому мы выезжаем и в частные секторы, выезжаем в жилые массивы с тем, чтобы максимально привить население и выезжаем по торговым точкам. В последнее время желающих сделать прививку стало больше. Жители охотно идут на процедуру в поликлинике, много заявок от предприятий. Прививка помогает уберечься от негативных последствий инфекции и тяжелого течения заболевания. Сегодня роль мобильного пункта очень важна, потому что это замечательная возможность получить вакцину в максимально удобном для человека месте. Вот такая практика на территории города у нас существует. Такие мобильные пункты приглашаются у нас и на предприятии города, когда человек, выйдя с рабочего места, может получить вакцину. Такие мобильные пункты у нас стоят около торговых центров, когда люди идут либо в магазин, либо с магазина, хорошо себя чувствуют, приняли решение, тоже получают вакцину. Сейчас в области привито уже более 774 тысяч человек. Из них свыше 574 тысяч завершили вакцинацию. Это почти половина от того количества населения, которое необходимо привить, чтобы коллективный иммунитет начал работать на снижение темпов распространения инфекции. К началу осени необходимо охватить профилактическими прививками еще столько же. Виктория Шаре, События.